Президент Казахстана в эти минуты находится с государственным визитом в Кыргызстане. Лидеры двух стран уже подписали совместную декларацию, которая позволит вывести сотрудничество на новый уровень. Одна из ключевых задач по-прежнему – нарастить взаимный товарооборот. Какие еще договоренности были достигнуты, расскажет Ирина Панфилова. На кыргызской земле Касамжумар Тукаев уже бывал не единожды, в том числе и в должности президента Казахстана. Но сегодняшний визит особенный, он носит самый высокий статус – государственный. Утрапа самолета коллегу встречает глава Кыргызстана Суронбай Женбеков. Теплое приветствие напоминает встречу двух давних друзей. И судя по многолетнему партнерству республик, это неудивительно. У наших стран много совместных традиций, даже кухня схожая. Так что встречают нашего президента практически по-домашнему, с традиционным угощением. Казахов и кыргызов связывает не только тесное сотрудничество, но и общее прошлое. Поэтому первым делом главы государства едут к монументу жертвам репрессии от Абиет, для того, чтобы возложить цветы. Здесь же лидеры двух стран почтили память известного писателя Чингиза Айтматова. В это время Касымжмар Татукаева и Суронбай Женбекова ждали в резиденции Алла Арча. Большой конференц-зал. Обратите внимание, дизайн зала выполнен в сине-золотом цвете, что идеально сочетается с нашим казахстанским флагом. Официальная церемония приема главы Казахстана проходила перед резиденцией. К государственному визиту Касымжмар Татукаева почетный караул и оркестр готовились несколько месяцев. Касымжмар Татукаев приветствовал роту почетного караула, после чего главы государств пожали руки членам официальных делегаций. После того, как торжественность момента запечатлели на фото, лидеры стран провели встречу в узком составе. Спасибо за теплый прием. Между нашими странами нет никаких разногласий. Мы братский народ. Поэтому я думаю, что развитию наших отношений ничего не должно мешать. Спасибо, что приняли мое приглашение и прибыли к нам в Кыргызстан с государственным визитом. Казахи и кыргызы считаются единой нацией. Добро пожаловать в нашу страну. Я очень рад увидеться с вами. Продолжили переговоры лидеры стран на пятом заседании Высшего межгосударственного совета. Напомню, последний раз подобная встреча за круглым столом проходила пять лет назад. Было это в казахстанской столице. За время перерыва накопилось много тем для обсуждения. Сегодня Казахстан входит в стройку крупнейших партнеров Кыргызстана. Сосед, в свою очередь, на втором месте среди стран Центральной Азии, с кем наша республика активно обменивается товарами. Важно развивать это партнерство и наращивать торгово-экономический потенциал. Наш товарооборот уже третий год подряд демонстрирует устойчивый рост. С 2015 по 2018 годы объем взаимной торговли вырос на 30 процентов, составив 900 миллионов долларов. В Кыргызстане работают около 2000 предприятий с участием казахстанского капитала. Они активно участвуют в социальной жизни регионов Кыргызстана, создают рабочие места, стимулируют приток финансовых средств и технологий, развивают сопутствующие отрасли. Выражаю уверенность в том, что наши переговоры поднимут отношения между Кыргызстаном и Казахстаном на новый качественный уровень развития. Уверен, что кыргызско-казахстанское стратегическое партнерство и союзические отношения будут и далее укрепляться. В целом у казахстанско-кыргызских отношений сегодня прочный фундамент, основанный на многолетней дружбе. Обе страны работают в условиях евразийской интеграции. Чтобы еще больше укрепить отношения, сторонам подписали большой пакет двухсторонних соглашений, в том числе комплексную программу сотрудничества и другие документы. Есть технологии, которые сегодня в Кыргызской республике еще не появились, но уже активно используются в Казахстане. По этим технологиям мы будем предоставлять возможность повышения квалификации работников системы здравоохранения. Кроме того, мы предоставляем возможность для обучения студентов, медиков из Кыргызстана. Конечно, мы хотели бы активно развивать сотрудничество в области лекарственной политики. А это, пожалуй, самое важное соглашение, от которого будут зависеть дальнейшие отношения государств. Президенты поставили подписи в совместной декларации. Казахстан – один из главных инвесторов Кыргызстана. За годы независимости мы вложили в экономику соседа свыше одного миллиарда долларов. Эта встреча еще больше должна расширить границы взаимовыгодного сотрудничества. Кыргызская сторона довольна результатами переговоров, и я хотел бы отметить плодотворное продолжение нашего взаимодействия. Эта встреча даст импульс на дальнейшее активное продолжение политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества на всех уровнях. Казахстан – наш надежный партнер и ближайший добрый сосед. Братские, союзнические и стратегические партнерские отношения между Кыргызстаном и Казахстаном создадут предпосылки для благополучия наших народов. Объем взаимной торговли необходимо увеличить до миллиарда долларов. Об этом сказал Касым Жмартукаев во время совместного заявления с кыргызским коллегой. Предстоит расширить номенклатуру товаров и найти новые ниши на рынке. Но прежде нужно создавать благоприятные условия для работы бизнеса. Для поддержки деловых связей двух стран мы договорились создать отдельную площадку, где предприниматели на регулярной основе могли бы налаживать прямые контакты. Одним из возможных вариантов может стать внедрение практики проведения межрегиональных форумов Казахстана и Кыргызстана. Одна из главных задач – улучшить условия передвижения на границе. Согласно нашим договоренностям, будет проведена работа по возобновлению функционирования пункта пропуска Бесагаш-Кичихабха с Кыргызской стороны, а также смене режима работы пункта Кыгень-Кархара с Кыргызской стороны. На ближайшую перспективу намечена реконструкция пунктов пропуска Курдай-Ахжол и Харасу-Ахтлег. Касым Жмар-Тукаев предложил создать логистический центр, где будут оформлять и обрабатывать товары. Проект позволит проще проходить административные процедуры и обеспечит более свободное перемещение продукции между странами. Переход приграничный, тюб, если его опять возразить и через него работать, тогда первое – это очень можно развивать этот туризм. Кроме этого, у нас очень много можно обмен товарами. На сегодняшний день товарообмен между Алматинской области и Кыргызской республикой у нас составляет где-то порядка 100 миллионов долларов. 100 миллионов долларов, да, ее можно гораздо увеличить. Договорились стороны совместно решать водно-энергетические вопросы. Тем более, что трансграничные реки Центральной Азии – это общее достояние. И, конечно, не забыли о молодежи. Есть намерение разработать специальную программу для бюджетного обучения студентов двух стран. Главное сегодня не просто убрать существующие препоны, которые мешают взаимовыгодному сотрудничеству стран-соседей, но и сохранить ту атмосферу дружбы, доверия и добрососедства, которую Казахстан и Кыргызстан создавали десятилетиями. Касам Жумартукаев предложил провести в следующем году у соседей Дни культуры Казахстана. В 2021-м эстафету примет наша республика. Ирина Панфилова, Ерболдаиров и Бахбек Нуртаев при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана из Бишкека.